Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают У нас в программе такая традиция Вначале каждый герой имеет право Коротко рассказать о себе то, что он считает нужным У вас одна минута Время пошло С удовольствием Меня зовут Денис Мацуев Я пианист, играю классическую музыку Иногда играю джаз Родился в городе Иркутске Болею за Спартак Победитель конкурса Чайковского И вообще Люблю весело проводить время Надеюсь, что мы с вами его проведем весело Спасибо Вы уложились в одну минуту Готовьтесь к вопросам Ну что ж, хочу сообщить вам Сегодня мы делим нашу аудиторию На две категории Это поколение 21 века Ученики начальных классов, которые родились в 2000-х И старшеклассники Поколение 20-го века Ребята, которые родились в 90-х Поэтому, предупреждая вас Вопросы могут быть не совсем детские Напоминаю, вы имеете право Три раза отказаться отвечать на вопросы Ребята, кто начнет разговор? Пожалуйста, включите синий микрофон Меня зовут Рома Почему вы решили стать музыкантом? Потому что У меня это получалось в детстве очень хорошо Я этого момента не помню Я помню, когда родители Они у меня музыканты Папа пианист, композитор, педагог Мой первый педагог Я в три года подошел И одним пальцем сыграл мелодию Из программы «Время» На пианино, которое у меня было дома И после этого родители решили Что, наверное, стоит ему пойти Для начала музыкальную школу А вы не хотели поменять свою профессию? Сейчас точно нет Но до 16 лет Для меня музыка не была на первом месте Конечно, я играл, учился в школе Играл концерты Но для меня в тот момент был футбол и хоккей Все А вы помните свое первое выступление При большом количестве людей? Конечно, помню Это было Когда мне было 8 лет В городе Иркутске В Иркутской филармонии Я играл с симфоническим оркестром Я помню каждую ноту из того выступления На самом деле И помню репетицию Когда пришел вот такой мальчик Поздоровался с оркестром Сел, начал репетировать Остановил оркестр И дирижер рассказал, что Одну секундочку Можно мне в группе альтов Которые играют Это альт, музыкальный инструмент И начал с ними заниматься Подошел, говорю Вот это место нужно сыграть немножко ярче Ну, они мне сразу подыграли И сказали Да, конечно, маэстро Мы сейчас все это сделаем, как вы хотите Вот И этот концерт я помню, как сейчас Каждую ноту буквально И я понимал, что Мне так нравится Играть в зале Для публики Что я А, страшно было? Никогда в жизни Я вот Вот этого у меня нет У меня всегда Внутри начинает кипеть Все То есть В хорошем смысле слова Волнение Я никогда У меня не трясутся ноги Не трясутся руки И У меня волнение Проявляется в другом Что я Для меня это огромный праздник И это Я благодарен за это Богу Здравствуйте Меня зовут Настя Сложно ли быть знаменитостью? Вы знаете Я вообще не считаю себя знаменитым Потому что Мое состояние Которое сейчас во мне Горит Оно Так же горело 20 лет назад То, что происходит вокруг Это Во многом Наносное Потому что Относиться серьезно К Каким-то Дефирамбам Я думаю, что это не стоит Я за это тоже благодарен Своим родителям Которые С детства меня приучили Ко всему Относиться с глубочайшей иронией Будь то похвала Будь то критика Потому что Если ты Выступаешь ради того Чтобы быть знаменитым Я думаю, что Это не совсем правильно На мой взгляд Мы Когда выходим на сцену Мы должны Понимать Для чего мы туда выходим А выходим мы для того Чтобы донести образ Композитора Который писал Те произведения Много-много лет назад Вот это самое главное А то, что знаменит Или не знаменит Вы знаете Для меня Когда я общаюсь С человеком Будь то он знаменитый Или не знаменитый Для меня все равно Главное, какой он человек Скажите, пожалуйста Как вы относитесь К критике? Вы знаете К критике Отношусь очень и очень хорошо Я думаю, что Настоящие Рецензии Скажем Которые пишутся Или просто говорятся Себе в глаза От них должна исходить Польза Тому, о ком пишут Конечно Критики бывают разные Люди, которые Пишут иногда Их нельзя назвать критиками Я хочу Рассказать вам Интересную историю Которая приключилась С одним Знаменитым немецким Композитором Максом Регером Он позвонил К критику одному И сказал Здравствуйте Я сейчас нахожусь В самой маленькой Комнате Моего дома Сделал паузу Сказал И читаю Судя по всему Не самую лицеприятную Рецензию На мой концерт Этого критика Которому он позвонил И скоро Эта рецензия Окажется Позади Меня Нет Я на самом деле Знаете На самом деле Я всегда говорю так Что Нужно читать Любые рецензии На то или иное выступление Потому что Если тебе нравятся Хорошие рецензии То тебе должна быть Поучительна и Плохая рецензия Поэтому Вообще критику Я воспринимаю Очень хорошо И наоборот Жду Как можно больше Именно конструктивной критики А вы Играете Классическую музыку А вы Ее Пытались Написать Да В детстве Я писал Разные произведения И квартеты И даже Начал писать Симфонию Но она Пока не оконченная Я писал Произведения Для Своих Джазовых Выступлений Но Я не могу себя назвать Композитором Конечно Я люблю Во мне всегда Вообще В любой момент Во мне звучит Какая-то музыка Вот сейчас Мы с вами сидим А у меня звучит Концерт Брамса Который я учу Уже Месяц Я уже его играл Но Это начался Мой новый такой Роман с этим произведением Любовь По большому счету Здравствуйте Меня зовут Маша Как вы считаете Талант Это то что дано Человеку природой Или это то Что человек Своим трудолюбием Рабатывает Достигает сам Я не знаю Сколько процентов В том или ином Исполнителе Таланта Труда Удачи Я думаю Что все Должно быть В целом Вкупе Потому что В нашей профессии Точного рецепта Достижения успеха Не существует Да Есть конечно Какие-то Основные каноны Которые все знают Это и международные конкурсы И так далее Но Я считаю Что во мне Я думаю Что всего хватает Понемножку Я конечно Ленивый человек Как и всякий Талантливый русский музыкант Я очень люблю Когда меня отвлекают Здесь индивидуально Потому что Каждый занимается По-разному Скажем Кому-то хватает Два часа сидеть За инструментом Кто-то за десять Главное Что происходит После того Как ты позанимаешься У меня Всегда Всегда Настолько все Происходило Бешено Понимаете С детства Я всегда Очень быстро И занимался Потом шел Играть в хоккей Потом брать Футбол Потом опять разучив Разучивание других Новых произведений Я в детстве Был вообще Мультиинструменталистом В детстве Я давал домашние концерты На которых играл На фортепиано На гитаре На аккордеоне На скрипке Я пародировал Я делал Кукольные спектакли Я умел захватывать Аудиторию Даже на домашней Выходить на сцену Это особое Особое Чувство Особое состояние Которое Должно Зародиться в детстве Понимаете Выходить на сцену Играть для публики Это огромное счастье Это Это очень Такой Тонус Очень сильный Я не могу без сцены И поэтому Практически каждый второй день Выхожу на сцену А вы поете? Раньше я пел А напеть можете? Я просто сейчас Знаете Я когда Болел за сборную Россию Я сорвал голос С себя Когда наши проиграли Я раньше мог пародировать Разные голоса Скажем там Песня Варлама Из оперы Борис Годунов Знаете Такой есть Опера Как во городе Было в Казани Эй То есть Голос еще Остался Следующий вопрос Здравствуйте Меня зовут Саша Как вы отнеслись К поражению Сборной России На чемпионате Европы? Тяжелый вопрос Очень тяжелый вопрос Потому что я Не отвечал на него Наверное Дней 10 После того Когда Эта трагедия А это действительно Трагедия Произошла И Знаете Я отнесся к этому С большим Какое бы слово Найти Ну Разочарование Первое Потому что От любви до ненависти Один шаг Когда наши играли с чехами Это же была потрясающая игра Нашей сборной Согласитесь Это же Мы показывали Одну из лучших игр Вообще на чемпионате И что потом произошло Да Мне очень приятно То что вы поддерживаете мои слова Так как я считаю Что настоящий болельщик Проявляется Не во времена Когда твоя команда Выигрывает А именно Вот в тяжелые моменты Потому что В такие моменты Нужно их поддерживать Понимаете Эти же ребята Четыре года назад Это наша сборная Выиграла У голландца В четвертьфинале И вышла в полуфинал Вы помните Что было на улицах Когда было общее единение Практически нашей нации Было Как будто день победы На улицах был За это им надо сказать Спасибо На самом деле Потому что Это футбол Это всякое бывает Мы не знаем Многих нюансов Что происходит внутри коллектива Но это трагедия Потому что Не выйти из этой группы Я считаю Что это У нас было все в руках В нашей Понимаете И после той игры Которую мы показали с чехами Вдвойне обидно было Проиграть грекам Не самой Зрелищной Молодой команде Но это футбол Понимаете Как вы считаете Киржаков виноват В нашем поражении Вы знаете У музыкантов тоже бывают Случаи Когда они не попадают По нотам Так же как футболисты Иногда не попадают В ворота Даже по-моему Такой анекдот существует Когда Киржаков По-моему Не попал по воротам 20 раз В матче И его заменили И он С такой С негодования Хотел пнуть по урне Но промазал Вот Я считаю Что конечно Он ни в чем не виноват Он был наоборот Заряжен на борьбу Это просто чистое невезение Понимаете И великие мастера Тоже ошибаются И Марадонна И Платини И Пеле Это просто я считаю Стечение обстоятельств Я считаю Киржакова Нашим Замечательным нападающим И желаю всем Вообще не только ему А всем нашей сборной Абсолютно Не скиснуть А показать В следующем Оборочном цикле Нашу настоящую игру Потому что мы Мы видели Как наша сборная Могла играть По матчу с Чехом А вы часто ошибаетесь? Имейте ввиду Попадаю или не попадаю По клавишам Но я стараюсь попадать В те клавиши Которые все-таки Которые написаны в нотах Но всякое бывает Мы живые люди И из моих 180 концертов Конечно бывает Но я все-таки Стараюсь попадать Спасибо Здравствуйте Меня зовут Яна Денис У меня у вас Вот к вам какой вопрос Вы читали же Классическую литературу Помните Вот главный герой Селлинджера Говорил что Вот в коморке Ему Если бы он был бы пианистом Он бы играл в коморке Только для себя У вас никогда не было Желания Вот запереться в коморке И сыграть только для себя Не для публики Не для массовой Не для массовой зрителя А только для себя Спасибо Очень хороший вопрос Иногда это Очень хочется Иногда даже Это очень полезно Потому что Сыграть Один в комнате Чтобы тебя никто не слышал После этого Твое Иногда Это не каждый раз Иногда Твоя интерпретация Может абсолютно Кардинально поменяться После этого Но все равно Для меня Как ни крути А я всегда играю Только для публики Потому что Многие музыканты говорят Что они играют Для себя самого Многие играют Для композитора Многие говорят Что если вот Самому понравится Значит и публике понравится Я с этим полностью Не то что не согласен Это дело Права каждого Но для меня Публика всегда права Кто-то говорит Что публика дура Я с этим абсолютно Не согласен Потому что публика Даже простой смертный слушатель Который приходит на концерт Он всегда поймет все Публику нельзя обманывать Если ее обманешь Это плохо кончится Но иногда Одному поиграть Побыть Конечно Очень полезно Я бы сказал Здравствуйте Меня зовут Ильяс Какие жанры Кроме классики Джаза Вам нравятся Я люблю То что сделано Талантливо Скажем Мне многие спрашивают Как вы относитесь С плетению Разных жанров Скажем Рок музыки С классикой Я всегда отвечаю так Если это сделано На том уровне Скажем Когда пел Фредди Меркьюри С Монсеррат Кабале Если вы знаете Барселона Вот этот знаменитый хит Ради таких сплетений Я готов участвовать В таких проектах Потому что Это сделано На таком высочайшем уровне Это сделали Такие два гениальных человека Ну а ради того Чтобы просто Специально это делать Я никогда не пойду Я поклонник старого рока Это и Битлз Это и Квин Это и Роллинг Стоунс И Ди Пёрпл Вот Я люблю советскую эстраду Именно советскую Я не буду говорить О российской эстраде Потому что это не эстрада А шоу-бизнес Это немножко разные вещи И я считаю Что петь под фонограмму Это Немножко нечестно По отношению к публике В первую очередь А в нашей эстраде Всё построено на фонограмме Вы знаете На Украине У меня был такой случай Когда я был в Одессе После этого случая Я понял Что всё хорошо В этом городе знаменитом Где люди славятся Потрясающим чувством юмора Я помню Когда было написано Афиша Денис Мацуев Потом написано Москва Потом почему-то не фортепиано А пианино Было написано Потом написано Был живой звук И потом Кто-то подписал От руки Приедет сам Написать Да Ну это говорит Это говорит о том Что Под фонограмму Я уже сказал Что это нечестно И я даже не хочу Об этом говорить Поэтому Может быть тоже У нас писать Живой звук На всех концертах Может быть это поможет Пожалуйста Спасибо большое Спасибо Здравствуйте Меня зовут Липита А вы читаете Классическую литературу? Я читаю И читал И продолжаю её читать А кого вы читаете? Обязательно Со мной всегда Томик Чехова Практически всегда В моём багаже Скажем А у вас есть Крылатая фраза Из Чехова Какая-нибудь Знаете Я У меня фраза Которая Сидит у меня С детства Ну скажем С юношества Когда я приехал в Москву И познакомился С Владимиром Теодоровичем Спиваковым И он мне Сказал одну фразу Марина Цветаевой Которая всегда Сидит у меня в душе Всю жизнь Нужно ходить В плаще ученика И я с этой фразой Очень сильно согласен АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы азартный человек? Я азартный человек А в чём это проявляется? Ну скажем Если я начинаю играть в футбол То я не люблю проигрывать Я должен выиграть У меня это внутри А на деньги играете? Нет, я думаю, что Это не обязательно Абсолютно И в казино тоже не хожу Спасибо Пожалуйста Слева от вас Следующий вопрос, Денис Здравствуйте Меня зовут Влад А у вас когда-нибудь Были проблемы с законом? С законом? Ну там нарушали права Дорожного движения Я думаю, что Их не было И надеюсь Никогда не будут Я, слава богу Не вожу машину В нашей стране Хотя понимаю, что Многие из автомобилистов Нарушали закон Но Даже если я был бы за рулём Я всё равно Скажем В основном бы Уступал дорогу Потому что сейчас у нас Вот кто Мне кажется Многлее Тот дерзее Тот прав А я считаю Что абсолютно По-другому нужно действовать Наоборот Нужно пропустить Показать чё демонстративно Что я тебя пропускаю Если ещё улыбнуться То я думаю, что И тебе от этого станет легче И тому, кому ты уступил Станет гораздо легче А права у вас есть? Права у меня есть Я причём честно сдавал И на шестёрке И жигулей Я помню И трогал с ручника Извините А какая у вас машина? У меня Мерседес Но я не вожу машину К сожалению Водит мой папа Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Александр Проблем с законом У меня не было А какой у вас был Самый романтический поступок? Ну, однажды Я одной девушке Завязал глаза А развязал ей Уже в Париже А как вам было лет Когда вы делали Этот чудесный подарок? Это было Мне было 25 лет Значит, вы хорошо зарабатывали Ну, на то Чтобы купить Два билета в Париж У меня тогда были деньги А дальше Как развивались События С кем? Вы дальше в ресторан, да? А-а-а То, что было дальше в Париже Ну, конечно Но не сначала в ресторан А сначала мы прогулялись По Парижу Я показывал Свои самые любимые места И Эйфелеву башню И театр И театр Шанзелизе И И Трокадеро И Лувр И Чулерийский сад И все-все-все Вот И Затем мы пошли В оперу Самое знаменитое Парижское здание Опера Горнье И Смотрели Балет Вот Потом мы пошли в ресторан Следующий вопрос, пожалуйста Как у вас дела? Я В шикарном настроении Вообще Мне очень нравится Здесь с вами общаться Потому что я Всегда люблю Хороший драйв Спасибо большое Пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok Вы смотрите 100 вопросов взрослому На канале ТВ-центр Сегодня Герой нашей программы Народный артист России Денис Леонидович Мацуев Продолжаем разговор Следующий вопрос Здравствуйте Меня зовут Маша А расскажите, пожалуйста Про своих самых близких друзей Какое они место В вашей жизни занимают? Я согласен с выражением Много друзей не бывает Мои друзья Самые близкие Это Ребята из Иркутска Когда Я учился В 11-й школе В 82-м году Вот мы познакомились И до сих пор дружим Один живет в Москве Другой живет в Иркутске Даже Не один, а два Потому что братья-близнецы Одни А другой Работает в банке Сейчас в Иркутске Друзья Это Те люди С которыми мы можем собраться А я часто К счастью Сейчас бываю в Иркутске Потому что у меня там фестиваль У меня там сейчас Дом музыки И будет строительство Нового зала Я надеюсь Я заряжаюсь От этой энергетики Нашего города И когда мы собираемся Мы идем в баню На берегу Байкала Мы паримся По черному В русской бане Должно быть 110 градусов И ты должен там По-настоящему отпариться И потом нырнуть В холодный Байкал И вот после этого Когда мы собираемся В такие моменты Мы понимаем Что как будто не прошло Там 20-25 лет И нам не нужно Объяснять Что происходит Мы просто сидим И общаемся Как и 25 лет назад И я понимаю Что дружба Это вот когда Ты можешь позвонить В любой момент И если тебе нехорошо Плохо На словах Это очень сложно объяснить Это то же самое Как объяснить Что вы испытываете Когда вы уходите на сцену Вот это химическое состояние Вот связь с аудиторией Или связь с друзьями Это невозможно Это нельзя купить Это нельзя Специально приобрести Скажем Даже если ты очень хочешь Подружиться с человеком А там нету обратной реакции Я думаю Что это лучше не начинать Спасибо Еще такой вопрос А как вы относитесь К дружбе с противоположным полом Существует ли дружба Между мужчиной и женщиной У меня остались Со всеми Моими Замечательными Спутницами Которые были у меня в жизни Замечательные отношения Именно дружеские отношения И я уверен Что это происходит Но самое главное Чтобы Чтобы любовь не уходила Чтобы Не все мужчины и женщины Дружили на свете Это тоже не дело Правильно? Все-таки должен быть Роман Иногда Следующий вопрос Включите Желтый микрофон Говорят Что с творческими личностями Очень тяжело ужиться Они довольно капризны В связи с этим У меня вопрос Тяжело ли ужиться с вами И легко ли вы заводите Новые знакомства Знаете, конечно Я стал немножко Более серьезно К этому относиться Что ли Потому что Каждый день У меня возникает Огромное количество Новых Просто лиц Даже Скажем Я играю С разными оркестрами Каждый день Когда видишь Новые лица Каждый день Ты должен просто Настроиться на это Я Я открыт ко всем Я никогда не Нет такого Чтобы я заблокировался И общаюсь с людьми Без интереса Скажем Такого никогда нет Я человек коммуникабельный Я Гибкий человек Но тяжело ли с вами Общаться или нет То есть Легко ли вы Находить общий язык с людьми Я так не люблю Говорить о себе Если честно Я Лучше надо спросить у моих знакомых Друзей Приятелей С которыми мы общаемся Вы знаете Я стараюсь быть Абсолютно Не искусственным А тем Кем я Ощущаю себя Это было с самого детства Потому что Если ты Надеваешь некую маску На лицо То это сразу видно И люди Люди это чувствуют Здравствуйте Денис Меня зовут Вероника Очень приятно Денис Масуев Выдающаяся личность Отличный пример Не люблю Слово выдающий Хорошо Извините Отличный пример Целеустремленности Для меня И преданности Своему делу Вы покорили Можно сказать мир И выступали В Нью-Йорке В Корнеги Холл И перед Папой Римской И королевой Неужели Не пора задуматься О семье Завести Может быть Маленьких Денисовичей 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 Потому что без влюбчивости Невозможно играть Романтическую музыку Человек без чувств Будет Очень виден Как рентген На самом деле Потому что Хотя бывают разные случаи Бывают Эгоисты И в общем Бывают разные Не самые хорошие люди Как люди Бывают потрясающими Исполнителями Все равно Здесь лучше Вообще не думать О человеке Когда выходит Я вообще считаю Что когда музыкант Выходит на сцену На него не надо смотреть Потому что Это отвлекает Вот Рихтер Знаменитый пианист Святослав Рихтер Он Во второй половине С моей жизни Он Был Потушен Свет в зале Всегда Практически полностью И только луч был На ноты Потому что В последние годы Он играл по нотам Потому что Когда смотрят На лицо Исполнителя Лицо выражает Работу Понимаете Это отвлекает От образа Понимаете Я Я уверен Что Если просто Проводить какие-то Конкурсы Вообще Чтобы не смотреть А какую-то ширму поставить Некоторые конкурсы Так происходят Участники выходят И они Жюри только слышат Звук их Поэтому Возвращаясь К романтической натуре Я конечно же В этом отношении Яркий представитель Романтики Ну я желаю вам в любви Спасибо большое Спасибо большое Спасибо Меня зовут Настя А у вас есть Вредные привычки? Нет Я когда-то курил В свое время Но когда Рахманинов Внук Рахманинов Подошел Я даже не курил Я был таким Знаете Ну я мог выкурить сигарету После концерта И как раз Внук Рахманинов Застал меня За этим занятием В артистической В Париже В театре Шанзалезе И он сказал мне Что если ты бросишь Я тебе дам Сделаю большой подарок Он сказал Я сказал Я не курю Где мой подарок Значит Для меня это было Историческое на самом деле Событие Потому что в этот момент Он мне Подарил практически Вот неизвестные Партитуры Сергея Васильевича Это студенческие работы Рахманинова Когда он учился В Московской консерватории Он написал Эту сюиту И фугу И послал на одобрение Петру Ильичу Чайковскому В Петербург А секретарь Чайковского Потерял эти ноты И с тех пор Никто не знал О их существовании И вот только 8 лет назад Музей Глинки Нашел эти ноты Подарил их Естественно Рахманиному внуку А он Подарил мне То есть Тоже значит Подарил Я был первым Кто исполнял Эти произведения И записал на пластинку На рояле Рахманинова В Швейцарии В его имении Сенар Где он жил С 28 по 40 год Там каждое лето И писал Творил свои гениальные Произведения И мне удалось Прикоснуться к его творчеству К его роялю Самому удивительному Потрясающему инструменту Американскому Стэнвэю Рояль фирмы Которая специально Подарила Рахманин И вот с тех пор Мои вредные привычки На этом закончились Но это было Это было очень счастливое время На самом деле Спасибо Спасибо Скажите пожалуйста Что у вас Постоянно должно Лежать в гримерной В гримерной Должен быть мой фрак Быть Ботинки Желательно лаковые И бабочка Спасибо Пожалуйста Вы знаете Я понимаю В чем вопрос Потому что Есть такое слово С которым я познакомился Недавно Слово называется Райдер В райдере Так называемых Эстрадных звезд Я когда прочитал Что у кого Должно находиться Что в гримерке Прошло наверное Полчаса Когда я прочитал Этот список Вот Поверьте У классических музыкантов Такого нет точно Мне интересно Есть ли у вас Какой-нибудь талисман Или вы в какой-нибудь Суверия верите Талисман нет У меня есть Девиз внутри Все будет хорошо Я не ступаю Как футболисты Первым на поле Левой ногой Или на сцену Я не верю в это Хотя Если взглянуть Со стороны На мой график Все очень Запланировано Перелет Гостиница Репетиция Концерт Ресторан Гостиница Перелет Да Уже это Своего рода Суеверие тоже Но я человек Который Никогда Не люблю планировать Я люблю импровизировать Я люблю Когда все рождается Случайно Скажем так Ну а монетку Допустим На счастье не подкладывали Куда Ну под пятку Под пятки Это хорошая примета Да А спасибо Я тогда обязательно Завтра перед концертом В Стокгольме сделаю Спасибо Здравствуйте Меня зовут Гриша Какой у вас рост? Метр девяносто два Знаете Знаменитый пианист Царство небесное Николай Амдульович Петров Был потрясающий Чек и пианист И с большим чувством Юра Он меня называл Метр девяносто два Он мне говорил Вот Это в шутке Вы умеете танцевать? Танцевать? Нет Сейчас уже нет Раньше я умел танцевать Танцевал Вплоть От Вальсов На набережной С Людьми Более старшего поколения Меня научили танцевать В детстве еще Но Потом Я не люблю Находиться В ночных клубах Потому что Очень громко Я люблю Больше Джазовую музыку Скажем Ну танцевать Специально Я не буду танцевать А когда Это веселая компания И веселая атмосфера И есть такой драйв Завод Почему нет Конечно Красный микрофон У меня к вам Философский А может даже Глобальный вопрос Такой Может который даже Не имеет ответ Вот когда в России Жить станет так хорошо? Знаете Я тоже жду Этого момента Для меня Это мой дом Я никуда отсюда Не уехал В 90-е годы Хотя было Очень много возможностей И учиться И концертировать И жить Но поверьте Я люблю спать В своей постели Я люблю Когда мне готовят родители Я люблю Быть дома Понимаете Я когда На месяц На полтора Уезжаю за границу У меня начинает Плохо Состояние Очень плохое И когда самолет Приземляется В каком-то из наших Аэропортов Я всегда чувствую себя лучше Я очень переживаю За нашу страну И уверен Что у нее есть будущее И когда мне говорят О цифрах Какой отток Существует Не только из регионов Даже в Москву А просто Когда уезжают люди Из страны Причем люди Не самые Бездарные Мягко говоря Вот это Меня очень сильно Беспокоит И сделаю все возможное Что от меня зависит По крайней мере В нашем цеху Сделаю все возможное Чтобы этот отток Прекратить И я знаю Что в большинстве Своем люди Уезжают не по своей воле А просто за лучшими Существованием Жизнью И условиями Скажем Учителя музыкальных школ Это же просто Ну это беда Они уезжают в Китай Где получают Две тысячи долларов Скажем В месяц И учат Наших конкурентов Которые побеждают На международные конкурсы То же самое И в фигурном катании Так в спорте То же самое Посмотрите на тренеров Чемпионов Которые Американцев Канадцев Или европейцев В большинстве Своем русские тренеры Это очень много Параллелей здесь Я уверен Что все равно У нас ждет Большое будущее Я уверен Что у нас Уникальная нация Которая прошла Очень много Разных испытаний Я вижу Какое у нас Молодое поколение Другое совершенно Но оно наше И она с нашей Русской душой Я уверен Что когда я вам Не могу сказать Я не предвидец И не астролог Но я верю Самое главное Верить в это Я увижу Что скоро Это произойдет Совсем скоро Спасибо большое Итак у нас Осталось время Еще на один вопрос И задам его я Денис Леонидович Вам слабо Показать язык? Не Не в коем случае Ну давайте Спасибо Денис Хочу сообщить вам Что вы успешно Прошли традиционный Тест нашей программы На раскрепощенность Я еще кое о чем Хотел вас спросить Скажите пожалуйста Глядя на ребят Которые собрались В этой студии Вспоминая своих Провесников Как вы думаете Какое поколение Круче? Ну нельзя так говорить Какое круче Потому что В каждом поколении Есть уникальные Крутые таланты Если так можно сказать Но Каждое поколение По своему Очень крепкое И очень Наше Понимаете? Наше Мы скажем Про это поколение Можем сказать Только через 10-20 лет Пока еще рано Об этом говорить Я уверен Что многие из этого поколения Не все Мерят Финансовым Интересом Карьерным Интересом И не ориентируются На пропаганду Западного Западного Образа жизни Практически Да А многое из этого Естественно Они уже подчеркнули Для себя Я к счастью Жил Рос Мое детство В другое время Я благодарен Тому времени Очень сильно Которое на меня Очень здорово Повлияло И я Я очень Ностальгический человек В этом отношении Скажем В Иркутске Я не продал свою квартиру И не сделал там Ни одного ремонта Для того Чтобы войти туда В атмосферу Своего детства В запах своего детства Понимаете? Он мне очень дорог Он меня трогает И это Это огрыляет И вдохновляет Я уверен Что у каждого Из сидящих здесь В зале Есть свои моменты Которые их окрыляют Хочу сообщить всем Время Вопросов от участников Программы К сожалению Подошло к концу Денис Теперь вы Имеете право задать свой вопрос любому из детей или всем вместе. Пожалуйста. У меня вопрос очень простой и короткий. Кто из вас хочет жить в России? Поднимите, пожалуйста, руки. По-моему, большинство. Ну, большинство, слава Богу. Я... Ну, не все. Это... Это немножко обижает, потому что я считаю, что наша страна, в которой есть огромное количество возможностей реализовать себя в любых абсолютно сферах. И я уверен, что большинство из вас будет все-таки жить у нас в стране, потому что я говорил сегодня вам, что я без нее не могу. И я уверен, что большинство из вас абсолютно такие же. Мне было очень приятно с вами сегодня общаться. Я надеюсь, что многие из вас все-таки после нашей встречи кто-то из вас побывает на концертах классической музыки. Поверьте, это не скучное занятие. Многие из вас это поймут. Денис Мацуев, герой программы «Сто вопросов взрослому». Денис Леонидович, жду вас у входа на площадку. Вот здесь прошу вас ненадолго задержаться. Хотел спросить, какой из заданных сегодня вопросов вам показался наиболее сложным? Сложных не было. Было и очень интересно. А задавали вам сегодня вопросы, на которые вы устали отвечать? И если да, то хорошо ли это? Это неплохо, просто многие не знали ответы на эти вопросы. Вот и все. Звучали вопросы, которые нечасто задают, но я старался на них отвечать, как я чувствую их. Наша программа называется «Сто вопросов взрослому». На все сто вопросов вы не успели ответить. Если бы мы вас еще раз попробовали пригласить в такую аудиторию, вы согласились бы прийти? С большим удовольствием. Сто процентов. Поднимите руку те, кто считает, что наш герой был с нами откровенен. Так, Денис, абсолютное большинство за вас. Ребята, обоснуйте, пожалуйста, свою точку зрения. Кто первый? Я считаю, Денис был с нами откровенен, потому что ответы его были развернуты. Он говорил с такой серьезностью, что все поверили. Денис был откровенен, просто потому, что он такой человек. Он не может быть не откровен, мне так кажется. У него чистые глаза, по нему сразу видно, правда ли он говорит или нет. Пожалуйста. Я считаю, что Денис был откровенен, потому что когда у человека есть такой большой и богатый жизненный опыт, он обязательно хочет им поделиться, тем более с детьми, научить чему-то. И, в принципе, Денис воспользуется этой возможностью. Денис отвечал честно, потому что он сам по себе открытый человек. Он, ну, не создан для лжи. А только для правды. Спасибо, ребята. Денис, что можно сказать в конце состоявшегося разговора? Ребята, я безумно рад, что я к вам сюда пришел. Я нахожусь в таком воодушевлении, потому что сейчас пойду заниматься. У меня во мне все горит. Такое ощущение, что сыграл концерт, на самом деле. Я чуть-чуть волновался, потому что не знал, чем все закончится. Потому что, когда идет концерт, ты примерно представляешь, чем все закончится. Сегодня не было рояля, был только стул. Но мне кажется, что настолько интересный формат, как сейчас говорят, этой программы, настолько интересны ребята. Но есть ощущение недосказанности, потому что и времени нету, и хотелось больше объяснить, расшифровать. Я очень хочу продолжить нашу историю. Народный артист России Денис Мацуев был сегодня в гостях у программы «100 вопросов взрослому». Дорогие друзья, до встречи в следующем эфире. Дорогие друзья, до встречи в следующем эфире. Дорогие друзья, до встречи в следующем эфире.